Мне вот дали такую машинку покататься Mazda MX-5, новенькая, серый оттенок, графитовый цвет. Сейчас хочу на ней покататься, заценить, что она собой представляет. Машинка довольно прикольная, маленькая, ну я бы сказал даже тесная. И погляди, насколько она подходит для повседневной жизни. Так она выглядит. Что я обращу внимание, здесь есть багажник, он открывается кнопочкой здесь. Да, раз, и вот такой вот багажник. Ну, довольно практичный, то есть, в принципе, то, что он есть, уже я считаю, что плюс. Собственно, сам салон в таком вот виде. Очень компактный, маленький. Все только по делу. Я еще замечу, есть вот здесь какое-то уплотнение такое, да, здесь ноги так просто не положить. Опа, и поднялись, смотрите, открывая дверь, и они автоматом опускаются вниз. Закрываю, поднимаются. Только нажимаю ручку, и они сразу опускаются. Комплектация достаточно жирная. Кожаные сиденья, жесткая крыша складная. И сейчас прокатимся, поглядим, что на собой представляет. Итак, меня предупредили, чтобы я был предельно аккуратным. Так, настраиваю руль. Навигация тут есть, кстати, это круто. Вот такая машина, вот такие зеркальца. Все сделано предельно супер-мега практично. Ну, мультимедиа-система неплохая. Механическая коробка передач. Крыша, между прочим, раскладывается вот такой кнопочкой. Смотрите. Опа! Глянем, как она все делает. Смотрите, все электрическое. Шикарно. И крыша сама сложилась. И опять же, складываем крышу. Все на сервоприводах прикольно работает. Нужно вот сюда нажать и довести крышу своими руками. Получается вот такой вот вариант. То есть нужно в идеале сидеть в машине. Резко пошел дождь. Ты сидишь в машине, и вот специальный крючок. Берешь и вот так вот подтягиваешь, и крыша прям заподлицо застегивается. И так же мы ее убираем. Раз. Опять же, крючок убираем. И отводим назад. Отводим назад. И складываем. Все довольно практично, удобно. Ну что, поехали, проедем. Прокатимся. Здесь есть подогрев сиденья, кстати, передних и задних. Климат-контроль. Мультимедиа система полноценная. Управление опять же. Ну, давайте посмотрим. Не будем болтать. Итак, я сижу, и кресло, между прочим, вверх-вниз вообще никак не регулируется, к сожалению. Ну, и сейчас проедем, посмотрим. Двигатель я позже посмотрю. Старая, добрая механика. Я вот сейчас еду, и я реально упираюсь головой. Вот реально просто тесно, тесно, просто невозможно. Машина действительно, ну, я признаюсь, она не для каждого дня. Еще подвеска жестковата. Так, а вот непонятный мужик. Еще выезжаем. Так, двигатель довольно шумный, между прочим. Слушайте, а расход-то какой средний? Средний расход составляет 5,8 литров. И мгновенный расход 12 литров показывает 11, что довольно неплохо. Так, проверим ускорение. Тут 6 передач на коробке. Ну, конечно, надо признать, машина довольно тесная, но расход у нее просто крошечный. Это, конечно, не спорткар, но она и живет не как спорткар. Ну, кстати, в машине хорошо слышен двигатель, но машины, которые проезжают мимо, их слышно гораздо меньше. То есть, шумоизоляция не самая плохая, еще, видимо, за счет жесткой крыши. Здесь неадаптивный круиз-контроль. Ну, и видно, что машина не пытается как-то тормозить перед другой машиной. Здесь невозможно выбрать расстояние перед идущей машиной. Расход вот в таком режиме около 80 километров составляет 4 литра. То есть, машина, ну, очень экономичная. То есть, если вы покупаете эту машину, ну, реально, машина выходного дня, которая жрет какие-то там копейки, бензин не потребляет практически. Мультимедиа, кстати, довольно неплохая. Стильная вот такая окантовка сделана, хромированная. Не самая неприятная, то есть, прикольно выглядит. Кресло довольно удобное. Сидеть удобно, но голова упирается в потолок. И потолок жесткий, поэтому это вдвойне неприятно. Если бы она не упиралась, ну, на самом деле, знаете, смешно будет выглядеть. Представим себе мягкий потолок, да. И вот такая шишка торчит на мягком потолке, голова упирается. И такая шишка, ну, довольно смешно выглядит. И, конечно, если град пойдет, то по голове по такой может хорошенько приударить. Слева видно, что есть такой бортовой компьютер стандартный, маздовский. К сожалению, здесь какой-то сплошной ремонт дорог. Поэтому невозможно проверить машину в более-менее скоростном режиме. Но сейчас проеду, посмотрю чуть дальше. Обзорность в машине неплохая. Справа, слева все отлично видно. Стойки не мешают, я не замечаю. Капот, кстати, хорошо виден. Здесь такие вот эти мускулистые наплывы слева, справа. На кочках я бьюсь головой. То есть, когда еду по кочке, то реально задеваю головой. И это довольно неприятно. Потолок, он темный, кстати. И довольно упругий, но твердый. На приборной панели, а также отображается текущая включенная передача на центральном спидометре. Что у нас с музыкой? Музыка здесь самая простая. Никаких не босс, ничего нет. Динамиков здесь, наверное, раз-два я пчелся. Я детали не знаю, надо будет смотреть. Есть предупреждение о машине в средней полосе. То есть, загорается лампочка, которая показывает, что есть машина. И туда нельзя перестраиваться. Ей нужно обратить внимание. То есть, как бы, все довольно продуманно. Неплохо. Я удивлен. Можно опустить, есть ручка слева, вот здесь. Опустить переднюю часть подушки. Но вот жопу опустить невозможно. Она уже лежит на полу. То есть, я вот не могу ниже сесть. И вот если бы еще ниже на пару-тройку сантиметров, то было бы на самом деле довольно неплохо. Замечу, что машина, конечно, не ощущается какой-то гонкой. То есть, я давлю на педаль газа, на шестой ногатой передаче, машина не дергается вперед. То есть, ты не ощущаешь, что ты сидишь на каком-то сверхмощном спорткаре. Обычная, маленькая, компактная, юркая машинка. То есть, нет ощущения, что вот ты жмешь педаль газа, и машина готова вырваться из-под твоей задницы. То есть, все довольно под контролем. Ну, машина удобно управляется. И да, наверное, она для девушек была бы идеальной. Вот такой, кстати, руль. Обид кожей, слегка мягкий. Довольно приятный. Я, кстати, еще отмечу. Я уже привык смотреть на проекционный дисплей на Mazda CX-5. И смотрю вот именно лобовое стекло. Чтобы там увидеть цифры. И я уже начну отвыкать, смотреть на спидометры, которые здесь на приборной панели. Вот, нашел я Carstar Pragu. Смотрите, как круто. Теперь могу туда ехать. То есть, навигация... Ну, то, что на Mazda сделано штатно, я считаю, она очень даже неплохая. То есть, она мне нравится. Вот, подвеска, конечно, жестковата. Не предназначена для наших страшных условий городских. Сейчас я развернусь. Я заехал в какие-то тут пражские глухие места. А давайте проверим, откроем окно. Ну, все. Теперь я готов. Кстати, теперь, правда, сидеть реально удобно. Ничего не мешает. Я включил подогрев побольше. Ну, и теперь уже другое ощущение от машины. Вот, действительно, это машина для лета, для хорошей погоды. Ну что, почти ветер не ощущается. Но прикольно. Сейчас прокатимся, заценим по автобану. Как говорится, машинка, на самом деле, довольно серого цвета. Я считаю, цвет серый для Mazda не подходит. Он очень неяркий. И мне не особо понравился. Ну, что, 2 километра до Бурно. Ну, ускоряется. Кстати, машина очень недурно. Четвертая, пятая передача. Впечатляет. Навигация показывает, что есть камеры, которые считывают скорость. И, кстати, важный момент. Я уверен, что нельзя складывать крышу на ходу. Ну, это понятно. Ну, можно, но на низкой скорости. Представьте себе ситуацию. Вы складываете и раскладываете крышу на скорости, когда дует ветер. И вам эту крышу просто может вырвать потоком воздуха. Так что, имейте в виду, что надо соблюдать определенную осторожность. Я замечу, насколько очевидна разница, когда крыша есть, когда крыши нет. То есть, все-таки шумоизоляция, ну, не самая плохая у Mazda MX-5. То есть, она есть. Машина управляется просто как гонка. Маленькая такая машинка, компактная. Все под контролем. То есть, ощущение полного контроля присутствует. Но подвеска жестковата. Но ехать приятно. То есть, я не ощущаю, что она зубодробительная. Ну что, прикольное ощущение. На машине без защиты. У себя сейчас ехать на заправку и сложить крышу, потому что реально прохладно. На улице сейчас 7 градусов тепла. Солнца практически нет. Погода, ну, херовая. Дождя, правда, нет, но все равно. И плюс работает, конечно, вот этот сейчас печка. Она реально хорошо греет, но снизу. То есть, она прям нормально прогревает. Но все равно ощущение есть такое неприятное. И вот прикольная тема. На карте показаны все спид-камеры. Камеры, которые замеряют скорость. У меня, вроде, настройка эта по дефолту выключена. Нужно будет посмотреть на своей Мазде. Но, вроде, они показываются, когда вот именно ближе подъезжаешь. А здесь такого нет. Ну, конечно, ощущение забавное. Вокруг шумит все. Вот если бы еще стекла были опущены, было бы еще, конечно, шумнее. Но эти стекла, они защищают более-менее. Поэтому ехать довольно так. Нормально. Задувает, но не сильно. По меркам чехов, вообще европейцев, Mazda MX-5 является, наверное, самой супер-мега-непрактичной машиной. Она дорогая. Миллион крон стоит примерно. И ее с собой особо, ну, детей не повозишь. Только машина для эгоиста. И, конечно, такая машина на дорогах вызывает, она определенные эмоции, я думаю. Ну, по крайней мере, у водителя. Потому что все чехи покупают универсалы, вот эти хэтчбеки, фаркопы у многих сделаны. Чтобы можно было какое-то говно таскать за собой. Там какие-то доски, я не знаю, с собак там, сельских животных. Ну, то есть люди практичные. А Mazda MX-5, машина, настроение. То есть там поехал сюда, поехал туда, посмеялся, с собой ничего нет. То есть на легке всегда, ну, максимум, там, я не знаю, ну, деньжать немножко там. Сменное белье, да, там пара кроссовок, ботенок и поехал по Европе путешествовать. То есть такая машина располагает. Круиз-контроли не тестирую. Он неадаптивный, поэтому мне неинтересно, ну, зачем на круиз-контроле. И, да, какой адаптивный круиз-контроль на механике. То есть он держит только скорость в рамках своего диапазона. Так, можно сложить крышу. Отлично. Все, другое дело. Беру свои слова обратно. Машина еще та гонка. Ускоряйся, будь здоров. Вот от души можно тут скорости притопить. Я крышу эту обратно вернул, и машина преобразилась. Тишина, покой. Ну, какие мои впечатления про машину. Машина идеально подходит для хорошей погоды. Крыша, она нужна именно когда пошел дождь. Пошел дождь, когда холодно, когда идет снег. Если ты едешь с крыши, то ощущение совсем другое. По звукам слышно, что не все детали плотно прилегают. То есть я, например, слышу, как шумит ветер в боковых или зеркалах, или крепежах. Запас по голове отсутствует. Ну, буквально там есть полсантиметра. То есть на кочках я, конечно, упираюсь. К сожалению, Чехия такая страна, что здесь особо негде погонять. То есть я вот сейчас покатался по автобану, и ничего особо там не увидели. То есть там автобан, максималка была сотни километров. Чтобы ехать до автобана в 130 километров, нужно ехать еще километров 10-15. Как машина держит дорогу? Где я вот сейчас ехал, я вообще не замечал ветра. То есть для меня ветра бокового, встречного не существует. Эта машина вообще никак не реагирует. Она маленькая, легенькая, но настолько низкая, что по ходу дела все вот эти потоки воздуха, ветра от фур, я их не замечаю. Но с другой стороны еще не было больших скоростей. То есть скорости здесь порядка сотни километров были. И на такой скорости, конечно, поток воздуха не настолько перетечит, чтобы машина сдувала. Но машина ощутимо держится с дорогой очень надежно. То есть как бы я не ощущаю какой-то неуверенности при движении. Но я думаю, это идеальная машина для хрупкой девушки. Потому что, в принципе, здесь есть даже и багажник. Ее хватит для разъезда по городу на небольшие путешествия. Если какое-то путешествие с палатками, то здесь, конечно, уже будут свои сложности. Такая машина бушная стоит около 500 тысяч крон. Я думаю, это полтора миллиона рублей. И я считаю, машина весьма достойная. Я не вижу камер заднего вида, кстати. Камер заднего вида нет. Парктроник работает, но только звуковой. Более никакого звука нет. Итак, вот, соответственно, ручник. Механический, классика. Белушим двигатель. Все, приехали. Ну, что могу сказать. Ничего так. Прикольно. Будем кататься дальше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!